В Ярославле отремонтировали еще один двор по губернаторской программе «Решаем вместе». Он расположен на улице Первомайска. Сегодня с инспекцией здесь побывал мэр Владимир Слепцов. О том, как выполнены работы и что подрядчику предстоит доделать, материал Яны Хромовой. Двор вообще был неблагоустроен. Асфальта не было. Если не были, одни ямы. Постоянно стояла вода. Отсутствие нормального асфальта и ливневки – главная проблема двора по Первомайской, 19. Невозможно было ни проехать, ни пройти. Теперь ямы и вода должны остаться в прошлом. Газон, два слоя асфальта. Здесь, в принципе, самое сложное. И то не сложное, но сложности были – это слюневая канализация. 13 колодцев. Мы раскопки вели от улицы Первомайской вплоть до собора. Вот эти все колодцы – они новые. Бордюров во дворе тоже не было вообще. Теперь несколько аккуратных зон газонов, а между ними места для машин. Для небольшого двора – оптимальное решение. На одном островке устроят Альпийскую горку. Такое распоряжение дал сегодня мэр Ярославля Владимир Слепцов. Он лично проверил, как выполнены работы, выслушал жителей, которые посетовали, что через двор проезжают машины. Вы с собранием решили. Мы хотим к шлагбауму поставить и заборчик будет сделать. И заборчик уже с собранием. Вы рисуете, какой вы это хотите сделать. Мы вам согласуем сервиту, так называемый. И все. Вы сами ставите за свой счет. В сборе денег на шлагбаум поучаствуют и пиццерии, автомобили которой заезжают во двор. Возможно, поможет и казанская женская обитель. Все проконтролируют депутаты муниципалитета. Наша задача, как депутаты, всегда такая – помогать и контролировать. Жители попросили дополнительно поставить один фонарь. Сейчас мы это сделаем. Есть некоторые маленькие зоны, где было сомнение в качестве асфальта. Сейчас подрядчик эти зоны переделает. Также определились, что к осени посадим некоторые деревья. Стоимость работы во дворе на Первомайской порядка 3 миллионов рублей. А всего в этом году на ремонты ярославских дворов выделено 130 миллионов. Ремонтируется 20 дворовых территорий возле 120 многоквартирных домов. Половина сдана или находится в высокой степени готовности. До 15 августа все работы должны быть завершены. Яна Хромова, Игорь Мосин. Новости города.